всем ребят привет с вами седой копатель и сегодня поговорим о легковых прицепах сезон открывается и он открывается у всех у строителей у дачников и у нас кладоискателей кто-то копает металлолом я тоже не брезгую копаю и нужно для этого вот именно прицеп только что приехал со стройки набрал очень много строительного материала сэкономил уже 3-4 тысячи рублей на доставке теперь мне газель не нужно ну а сейчас погнали расскажу сэкономлю вам время средства где взять и какой взять чтобы правильно выбрать прицеп нужно определиться с целью часто прицепы необходимо если вы дачник и живете все лето сезон на даче сумочкой и рюкзачком тут не обойтись прицеп понадобится если вы владелец какого-то бизнеса к примеру строительного или сами захотите организовать стройку века как это в моих планах даже просто к перевозке габаритных грузов он тоже понадобится перевести стиралку комод и так далее такие ситуации случаются постоянно и если у вас есть прицеп то больше не придется платить транспортные компании нехилые бабки а еще есть прицепы для лодок и катеров но там уже своя специфика с целью моей все понятно возить грузы теперь давайте разберемся на что надо обратить внимание при выборе прицепа первое это масса и какой прицеп одноосный или двухосный если одноосный с разрешенной максимальной массой 750 килограмм то двухосный имеет более запас погрузоподъемности тут тоже нужно это учитывать так как для прицепа с разрешенной массой до 750 килограмм не нужно специальные права подойдет категория b а вот если грузоподъемность прицепа более 750 килограмм то поднадобится категория b и е одноосный универсальный и это мой вариант второе защита от коррозии чаще всего прицепы оцинковывают и покрывают краской конечно оцинкованная защита лучше оцинковывать могут напылением или методом горячего оцинкования цинка застывает и образует прочное покрытие и очень важно чтобы прицеп оцинкован и внутри а не только снаружи в моем случае это оцинкованный прицеп 3 эта подвеска рессорно амортизаторный также бывают оси квадратного и круглого сечения квадратные имеет большой запас прочности так что я выбрал этот вариант и последняя категория эта производительность здесь рекомендуют специалисты выбрать российской компании желательно с крупным производством с хорошим модельным рядом ну и конечно большим выбором комплектующих чтобы потом не мучиться с поиском запчастей в общем выбор мой пал на мзса московский завод специализированных автомобилей который основан еще в 1948 года и известен во всей стране поблуждал по просторам интернета нашел для себя самое нужное место и и это прицеп центр тольятти 977 километр федеральной трассы м5 урал погнали туда прибыв на место практически все модели подходили мне по грузоподъемности во вторых все прицепы имеют хорошую защиту от коррозии и борта и рама обработаны горячим цинкованием внутри и снаружи как я говорил а платформа из влагостойкой ламинированной фанеры также на выбор есть множество модификаций тентов каркасов и каждая модель прицепа можно выбрать наиболее подходящие вашим потребностям я выбрал с высоким бортом с массовальным механизмом рама собрана на болтовых соединениях что надежнее сварного исполнения и обеспечивает легкую замену деталей откидные борта дают возможность осуществлять загрузку и погрузку груза все модели сертифицированы комплектующие элементы представлены немецкой компании алко кодель представляется полный комплект документов для постановки на учет в гигбд в общем я доволен вот таким приобретением помимо всего мне установили фаркоп который не требует регистрации выдали сертификат от себя хочу вам сделать небольшой подарок промо код седой при покупке прицепа с моим кодом вам преподнесут подарок противоугонное устройство мелочь а приятно прицеп центр находится тольятти 977 километр федеральной трассы м5 урал надеюсь я облегчил сделать вам выбор и сэкономил время в поиске где и что можно купить ссылочка под видео и и и и и и Торопись сделать правильный выбор Облегчи свой труд и получай удовольствие от эксплуатации Седой плохого не посоветует Всем удачи и до новых встреч!